Сергей, давай вернемся на полгода назад. Вот тот бой с Олеговичем Балатовым, который сделал тебя чемпионом России среди профессионалов. Скажи, как-то жизнь после этого боя поменялась, после приобретения, завоевания этого пояса? Ну, так что прям кардинально она изменилась, я бы так не сказал. Да, больше стала узнаваемость на улице, и люди поверили. То есть вообще эта затея была больше после такого перерыва, там, восьмилетнего. Мало кто верил, что может что-то получиться вообще на профессиональном уровне, какие-то победы можно достичь. А тут народ уже начал верить, что это возможно, что это реально, и стал относиться уже более серьезно к тому делу, чем я занимаюсь. Так что да, изменилось. Наверное, люди поверили, что это возможно. А твое видение самого себя, своей будущей карьеры, своего продолжения в профессиональном боксе как-то изменилось? Или только, может быть, дополнительная уверенность появилась? Вообще, когда я только начал этим заниматься, после столь долгого перерыва, у меня было желание этим заниматься, и уверенность была, что у меня все получится. Но все равно где-то чуть-чуть какие-то были сомнения. А вот в последние, в крайние бои, там, два-три боя, эта уверенность, она все сильнее и сильнее набирается. То есть и сам себя верю. И подготовительный процесс у меня по-другому уже происходит. То есть более сильные нагрузки. И форму я набираю. То есть когда только начал заниматься, ресурс у меня был не такой. Сейчас все сильнее и сильнее становлюсь. Признайся, боксировать на ринге, когда тебе 20-25 лет и когда 35, это большая разница? Если при правильном подходе и при правильных тренировках, я думаю, что нету никакой разницы. Если организм неушатанный, неуставший, то не вижу никакой разницы. Да, если было бы 45, возможно, уже было. А 35, я думаю, это самый рассвет силы у мужчины. А по эмоциям? То есть вот победные чувства, они в 35 такие же, как в 25, например? Ярче намного. Намного ярче. А почему? Ну, потому что уже осознанно все это происходит. В 20 лет все равно еще молодой, шальной. То есть как бы вкус победы, он не так ощущается. Ну, вообще, когда мне было 20 возраст, это были любители. Я был молодой, учился в институте. То есть ездили на соревнования на любительских. Их было много, часто. То есть где-то проиграл, где-то выиграл. И все это было по-другому. После перерыва, после большого. И уже возраст сам, то есть как бы не 20 лет. И понимаешь, как приятна эта победа, когда ты подходишь к этому совсем по-другому психологически и физически. То есть как профессионал готовишься, набираешь форму. Все равно просто по любителям. Питание было совсем другое. То есть как бы не так, как сейчас. Сейчас уже, еще раз повторюсь, это все с профессиональной точки. То есть касаясь всего. Питание, тренировки, режим. То есть это уже другой взгляд. Другой взгляд на спорт. Меня знаешь, что еще поразило тогда в ноябре? Это то, что после окончания боя, наверное, час, а то и больше, ты фотографировался со зрителями, раздавал автографы. Мы уже даже всю нашу огромную технику, которая там была, успели собрать, а ты все раздавал, раздавал автографы. Вот что испытывал тогда? Не хотелось сказать, ребят, ну устал, сил нет, дайте отдохнуть, извините. Потому что, мне кажется, никому тогда не отказал в автографе. Нет, желания такого не было. Вообще не граммы. То есть мне было приятно, что у меня все получилось. В этот вечер я был счастлив. И я готов еще был задержаться на час и на два. После этого полгода без боев. Это много или это нормально для того, чтобы накопить силы, накопить эмоции для следующего выхода на ринг? Да нет, это немного. Полгода нормально. То есть я тренировался, на диване не лежал. Какие-то новые разработки, новые приемы. Я не два же года отдыхал там где-то. Полгодика нормально. Бой сейчас будет ответственный за новый титул. Нормально. Давай опять чуть-чуть в кухню. Углубимся. Когда тебе стали поступать какие-то предложения? От Андрея Халайджана, может быть, сам, может быть, предлагал каких-то соперников. Вот как происходит процесс со стороны бойца выбора соперника? Для меня сейчас самое главное это не проводить поединки уровня того, какого я уже достиг. То есть у меня всегда моя цель и задача это ступень выше. Рассматривать поединки только такие. За новые титулы с сильными соперниками. Только с сильными. Не с такими, которые слабее меня, а наоборот сильнее. Молодые, талантливые, сильные. И вот мне хочется побеждать таких. Шведенко такой? Да, Шведенко хороший парень. Он тренируется в Соединенных Штатах, в Филадельфии. Стоит в парах с очень известными звездами мирового бокса сейчас. Это такие, как Ковалев, Уорд, Штурм, немец, то есть чемпионы мира. Он, как спарринг, партнер их. И мне интересен этот бой. Когда узнал о том, что твой следующий соперник Шведенко? В первую очередь сели с тренером смотреть бои? Ну, на самом деле боев не так уж и много его было, потому что все в основном бои он провел за границей, а они как-то их нету в открытом доступе. То есть какие-то видео мой менеджер с его менеджером. Как-то они там ну, скинули пару видео. Посмотрели мы их. Да, хороший парень на ногах двигается все быстро, шустро. Будем побеждать, выходить. Знаешь, есть такое понятие неудобный соперник. Вот он неудобный соперник или удобный для тебя? В этом нельзя так посмотреть по видео и сказать он мне удобен, а этот неудобен. каждый соперник это ключ в бою, то есть замок. Это замок, которому нужно подбирать ключ. То есть каждому сопернику. Тренировочный процесс как-то под Шведенко менялся? Тренировочный процесс под Шведенко он был под Шведенко. Он был под высокого парня, который держит левую ручку все время вытянутый, работает серийно, держит на дистанции, на ножках. Все, тренировочный процесс именно под него и был. Сейчас, вот эта неделя, если мы берем, насколько плотный график тренировок, потому что, наверное, все-таки следующая неделя уже будете, так скажем, сбавлять обороты, сбавлять нагрузку, а вот эта неделя интересна. Плотный, плотный график тренировочный, то есть как бы нагружаемся сейчас. И да, крайняя неделя, самая серьезная, самая сильная, сейчас мы ее пройдем и понедельник включительно, я думаю, она будет и начнем сбавлять обороты потихонечку. С кем спаррингуешь? Известных нету, спарринг парт, все местные ребята, все наши воронежские приезжают с разных клубов, то есть как бы ну ну то есть нет проблемы подобрать спарринг-партнера именно под Шведенко? Всегда есть проблемы со спарринг-партнерами, если ты не какой-то там великий и чемпион, всегда есть, но мы справляемся, я всем доволен, то есть как бы процесс подготовительный, идет по запланированному плану. Опять-таки, чуть-чуть кухни. Давай представим себе, что на календаре уже там 25-26 мая, вот, в твоем возрасте уже имея такой багаж опыта, какое-то волнение за день до боя, может быть, в ночь перед решающим поединком появляется? Я сейчас скажу и открою правду, что волнуются и переживают абсолютно все, то есть любой спортсмен, какой бы он ни был, чемпион, самый сильный, самый крутой или самый слабый, у всех одинаковые чувства, все переживают, все боятся, просто по-разному, все по-разному с этим справляются. Кто-то перегорает, очень много думает о поединке, кто-то может не думать о поединке и сохранить этот порох не весь сжечь его. В твоем случае как? Ну, я стараюсь отвлекаться, стараюсь не думать о бои, стараюсь думать о других каких-то приятных моментах в жизни. В этом плане семья, да? Главный способ отвлечься? Любые моменты, лишь бы не обои. То есть, как бы, любые. Да, семья тоже, с сыном, с женой, то есть, где-то более надо стараться искать какие-то веселые моменты. То есть, не сидеть, не грустить, не думать, а вот я сейчас в ринге, я сейчас пробиваю комбинацию, надо поменьше об этом думать и отвлекаться. Настраиваться о поединке нужно именно в тот момент, когда ты начинаешь разминаться. Когда ты приехал в зал, именно на арену, на бойцовскую, когда ты переоделся, уже вот тогда, да, надо настраиваться. А как строится день боксера именно непосредственно в день самого боя? Обычный день, надо поспать в обед обязательно, часик-два. Это очень поможет. Итак, во сколько мы приезжаем непосредственно на арену? То есть, допустим, у тебя бой в 10. Да, максимально поздно стараюсь приехать. Допустим, если бой в 10, я стараюсь приезжать в 6. За два часа до поединка. Непосредственно к рингу заходишь, когда уже трибуны забиты, когда уже, так скажем, бьются спортсмены. я приезжаю уже в бои иду. Прочувствуешь вот эту атмосферу? Или нет? Или стараешься... Стараюсь бочком-бочком вообще даже не смотреть на арену и кто там бьется и сколько народу. То есть, как бы, стараюсь боком пройти. Не смотрю. Когда разминаешься, интересуешься, как там другие бьются? Стараюсь не думать о боях. А тренер Олег Пострайлов, он рассказывает? Ну, может быть, просто между делом там? Да, да, рассказывает, конечно. Конечно, рассказывает кто-то там вот, вот. Бой закончился раньше, бой закончился, не закончился раньше. Конечно, все это есть в раздевалке. Все это говорят. Далее. Ты выходишь на ринг. Вот в этот момент ты осознаешь... Когда вызывают уже, да? Вызывают на ринг, ты выходишь, ты осознаешь вообще, кто в зале, много ли людей в зале? Или в этот момент мозг уже четко сконцентрирован на поединке? Абсолютно все осознается. То есть, разум чист, и все понимается, все видится. потому что, когда ты вышел из-за кулис на свет, на музыку, на свою, то все, дороги назад уже нет и только вперед. Тут должен быть ясный ум, железные нервы, никакого страха, тут уже все, только отвага. Все позади остается, все страхи, все переживания, все вот эти тренировки. Вообще, мне нравится это ощущение очень сильно, когда ты выходишь на ринг. Это такой адреналин, ну, я не знаю, с чем сравнить, как прыжок там, наверное, с какой-то высокой скорой, с какой-то высоты в воду, ну, когда переживаешь, или там погружение в холодную воду зимой, что-то наподобие. Адреналин, адреналин, он выхлестывает, ну, очень хорошие такие ощущения. И вообще, вот эта проделанная работа, тренировочный процесс, он намного сложнее, чем сам бой. То есть, как бы, подготовка к бою, то есть, она очень сложная. То есть, сам бой, это уже праздник. Ты уже понимаешь, что все, вот, осталось сейчас эти, там, 10 раундов, 8 какие-то, и ты свободен. Тебе завтра нету, тренировки, послезавтра нету. Ты все сделал. И чтобы еще и красиво это все было, надо победить. А жена, сын обычно в зале? Да, всегда. На всех боях еще ни одного боя не пропустили. Когда ты обычно с ними встречаешь, сразу после боя или они какую-то выдерживают паузу, может быть, знают твой характер? По-разному, по-разному. Бывает и сразу, сын в основном, и последнее время сразу появляется на ринге. жена может быть, может быть, попозже выжидает паузу, не сразу. Сейчас для тебя не просто на кону победа или поражение, все-таки на кону стоит уже пояс. Насколько это дополнительно мотивирует и насколько дополнительно заряжает и, так скажем, задает цель оставить все на ринге, но этот пояс защитить? Вот как раз последняя фраза и мотивирует меня очень сильно, что нужен пояс, нужна победа и все ради этой победы постараюсь сделать. Сергей, знаешь, мне что интересно? Вот профессиональный боксер, насколько он далеко смотрит вперед в плане своей карьеры? Объясню, почему я задаю этот вопрос. Мы с Андреем Холоджаном в этой студии часто обсуждаем возможность твоего боя Шарапов-Осипов. Вот насколько тебя, так скажем, прельщает перспектива сразиться с ним на ринге или ты об этом не думаешь, потому что Шведенко это сейчас задача номер один и никаких других мыслей в голове нет? Скажу вот действительно так, как считаю. Для меня в данный момент и самое главное это вот предстоящий бой. То есть я думаю сейчас только о нем. То есть как бы победа и хорошо выступить, красиво выступить и победить. Для меня это сейчас самое главное. То, что я думаю про Артура Осипова. Если я этот бой выиграю, я уверен, что я выиграю, получается, у него тоже сейчас будет бой и будет с непростым соперником у Артура Осипова. Тоже хороший парень там, беспроигрышный такой, бьет сильно и как бы самый сильный будет боец в его карьере. и как у них бой сложится тоже неизвестно. Поэтому загадывать, что будет через там 2-3 месяца я бы не стал. И тут еще весовая, у нас разные весовые категории. Как бы мне опускаться в 72,6 не на руку и за моей весовой категории. То есть я в 76 себя чувствую именно в 76, не меньше. Хорошо. это мой вес. То есть это твоя категория, да? Да, да, да. То есть лишний килограмм он скажется на общее физическое самочувствие. То есть даже килограмм-полтора кто профессионалы, они поймут, о чем я говорю. И не знаю, если Артур согласится в 76 килограмм со мной побоксировать и возможно. Это все возможно. Интересно было бы побоксировать. Вот и так вот спросить. Если он здесь выиграет и выиграю я здесь, мы с ним будем оба чемпиона из СНГ и он, и я. Возможно, зрителям, да. Возможно, зрителям это будет интересно. А мне нужен бой более серьезный. То есть мне нужен титул какой-то уже другой. Чемпион Европы. У меня будет стоять цель. Я просто это знаю. Ну, не знаю. Не будем загадывать. Посмотрим. Все будет как менеджер договоряться. Так и будет. Ну что, Сергей, естественно, мы желаем тебе, чтобы все твои цели сбывались, все твои мечты, все твои планы воплощались в жизнь. Ну и главная задача, задача номер один сейчас, это, конечно же, бой с Шведенко, за которым мы будем следить, будем болеть. Надеемся, что он закончится так же феерично, как ноябрьский поединок с Камбалатом. Спасибо.